Приветствую вас на канале Коллекционер. И сегодня наш видео обзор будет посвящен монете 7 рублей 50 копеек 1897 года. Так называемый полуимпериал Николая II. Так как монета полуимпериал в царской России чеканилась и ранее, первую монету полуимпериала была напечатана еще в 1755 году, имела она вес 7,26 грамма золота и после чеканилась и в Припавле I. Но последний полуимпериал датируется именно в 1897 году. При Николае II было выпущено довольно-таки большое количество этих монет. Выпускалась монета только один год, 1897. Выпущена была она из золота 900 пробы весом 6,45 грамма диаметром 21,3 миллиметра и огромным тиражом 16 миллионов 829 тысяч штук. Монета была полностью идентична по весу и размеру 5 рублевки 1885 года. После реформы Витте золотой вес монет был уменьшен и империала стал равняться не 10 рублям, как ранее, а 15 рублям. Кстати, была выпущена ранее монета 5 рублевка пробная 1895 года. Вы сейчас ее видите на экране. Она должна была быть идентична 5 рублям 1885 года. Но после от этой идеи отказалась и принято было решение уменьшить содержание золота в империале и сделать его не 10 рублевым, а 15 рублей равен империалу. На лицевой стороне вы видите портрет Божьей милостью императора Николая II. Что касается цены данной монеты. По состоянию на ноябрь 2017 года продажи в европейских и русских аукционах можно судить, что в зависимости от состояния данной монеты она продается от 420 до 500 евро. Это если брать монеты в состоянии Very Fine и X Fine. Несколько продаж в ноябре было 380 евро в состоянии Very Fine и X Fine 460 швейцарских франков и несколько продаж монет номиналом 7 рублей 50 копеек в состоянии Very Fine и X Fine продавались в диапазоне 420-460 евро за монету. Но также было несколько продаж в идеальном состоянии. Такие монеты уходили 1200-1500 долларов США. Поэтому монета 7 рублей 50 копеек 1897 года довольно стоящая, дорогая. Но будьте внимательны, так как на рынке сейчас масса подделок данной монеты. Монеты производства Китая и не только. И на непрофессионала они могут весьма сильно ввести вас в заблуждение. Поэтому нарваться на копию данной монеты сейчас довольно просто. Будьте внимательными и осторожными. Если данный видеообзор наберет 500 лайков и достаточное количество просмотров, я сниму отдельный видеообзор, как отличить оригинал монеты 7 рублей 50 копеек от фальшивки, которые сейчас наводняют рынок нумизматики. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Задавайте их в наших соцсетях. Подписывайтесь на канал Коллекционер. Ставьте лайк, если вам видеообзор понравился. Или же дизлайк, если он вам не понравился. До новых встреч! Продолжение следует...